Ну, с кого все началось? С деда или с Келли или с Фиспекта? С Фиспекта все началось, да? А, я, кажется, понял, с деда все-таки. Дед запостил вот это видео. Что за видос? А как идут эти посты в ТГ? Как бы русофобская риторика здесь очевидно читаемая. Как выйдут в Пи-47? Без негатива, пацаны, я... А, я понял. Короче говоря, Фиспект смотрел ролик Келли про смуту, сказал про русофоб... Блядь, самое смешное, он Келли назвал, получается, русофобом. Блядь, раньше думал, что Шапка и Келли... Наши. Блядь, окей. Я, конечно, ну, они, наверное, охуеют. Просто для понимания, Шапка это чувак, который уехал с Луганска. И если бы смотрели бы хотя бы первые ролики, то есть когда, ну, первые стримы, когда война только началась, вы просто послушали бы, что он говорил для начала. Это во-первых. Во-вторых, ну, Келли, Шапка, типа, они дружат. Там уже можете просто провести, ну, понимание того, что, где, когда. Просто смута это реально кусок говна. И если люди называют ее куском говна, как бы, при чем здесь вообще русофобия? То есть, что? Если это, типа, русское, мы должны защищать это всеми фибрами души? Или как это работает? Блин, дед, смотри, я тоже так могу. Я русофоб. А, все, я понял. Вырезка. Окей. Без негатива, пацаны. О, появился список игр под обручь специально для меня. Надо бы покупать недостающие. Бля, самое забавное, чтобы вы понимали, вот эта штука была запущена то ли Бладсикером, то ли Позняковым, и у него реально жопа сгорела. Хотя, ну, действие на самом деле просто рофл, рофлом. Так, удаленные посты, нерусофоб, дэдпи-47. А это что? Поясните мне вот за это, я нихуя не выкупаю. А, вот это я понял. Ну, это, кстати, лишнее, согласен. А вот это я не выкупаю. А, типа, тротил, и я так понимаю, когда Крымский мост, да, подорвали? Вот тогда и моя фраза про русофобов всего лишь шутки, что вы не поняли, что ли, смешно же. Там маленький порвался из-за поста, из предложки «Несите нового». Боже, старенький не выкупил рофла про русофоба на нарезки, обиделся и... А, так там вообще просто рофл от Веспекта, что ли? Ему просто вырезали, и он с предложки это выложил, и все. Или есть что? Стрелочка не поворачивается, зеркалочка не работает. Как обращать внимание на любой пук про себя в интернете? Так это в предложку просто кидают, как получают ответку, так малолетку порвало. Дед, ты не выкупил. Моя фраза про русофоба – это всего лишь рофл. В чем причина стряски? Как же его трясет так? Че это за хуня? Бля, кстати, я вот, ну, вчера высрался насчет русофоба Келя. Вот, может быть, мне стоит посмотреть какие-нибудь ролики про Келя и про ДП-47. Просто, как бы, я это заявляю, но, ну, у меня именно пруфов нет. То есть, я, как бы, это видел, я это знаю, но, как бы, пруфов у меня этого нету. Блядь, хорошо. Просто, ну, для понимания. Кель точно не русофоб. Типа, сто процентов, блядь, я не знаю. Ну, миллиард процентов не русофоб, я тебе говорю. Я говорю вам, человек, который играл с ним в доту. И, ну, блядь, поверь, поверь, брат, мне, это не русофоб. Он даже, он очень не русофоб, скажем так. Вот, если что, если есть такие ролики, покидайте их. Просто там, ну, челы реально не понимают, почему. Как бы, легко сказать, иди сам ознакомливайся. Ну, вот можно же самому посмотреть, по сути. И вам показать. Кель русофоб, ну, там, как тебе объяснить? Не русофоб, нет, это громко сказано. Спасибо, Тайлер, большое. Там не русофоб, там промытая либераха больше. Вот так вот сказать. Русофобия для Дэдпис 47 и Кель это слишком громко сказано. Все-таки русофобы это, которые прям ненавидят русских по факту русскости. Они не такие, нет. Это громко сказано. Но то, что они хуево относятся к действующей власти и поддерживают ту сторону, а не эту, это как бы факт. Так к действующей власти относятся даже люди, которые как бы относят, ну, которые многие относят к вату. Типа, те же самые чуваки, занимающие центральную, ну, нейтралитет или что-то вроде, они много относятся, ну, типа, негативно относятся к власти. Какая разница? Ты можешь быть против власти, как бы... Ну, короче, ладно, похуй, типа, нахуй я объясняю это. Чё здесь? Боже, старенький не выкупил рофла про русофоба на нарезке. Как же его трясёт. Это вот то, что я прочитал. Великая тряска медики с восьмилетним стажем. Даже если бы я бы спорил о минусе ей свободное время и желание, если ты реально думаешь, что медики с восьмилетним стажем не похуй на срачи в чате. Делать учительное ради удовольствия. У тебя всё в порядке, мужик. Ты про нервы пишешь буквально в посте, где говорится, что общаюсь потому, что получаю удовольствие. Для подписчиков деда, блядь, проебал медику конец карьеры, позоривающий интернет твой кумирный центр. Блядь, я говорю, я не знаю про политическую позицию деда. Ну, короче, пока что это воняет говном. Так, он две минуты записал. Охуеть. Дорогие подписчики, Кель сделал про меня три поста. Меня жёстко прогревают. Скоро выйдут разоблачения на меня. И мне конец. Но если серьёзно, то ладно, этот писарок 7. Вопрос максимально дискуссионный, русофоб он или нет. Потому что смеяться над терактом на Крымском мосту, это всё-таки для меня русофобская риторика, потому что... Громче, это Макс, по-моему. А, не, пизжу. Извиняюсь. Я не видел, не слышал. Если такое есть, пожалуйста, скиньте пруфы, что он просто аморальный урод и смеётся над трагедиями, а не русофоб. Ну, то есть я могу изменить своё мнение, если будут пруфы. Насчёт Келя. Насчёт Келя, вот мне вообще непонятно, что это только что сейчас произошло. Потому что, я не знаю, кидает ему в предложку, как ДТП, или он сам сделал эту вырезку. Но ситуация интересная, потому что... Блядь, я не видел, что там у Келя, но зная Келя, ему вообще похуй. Типа, у него примерно характер, ну, в плане конфликтов, наверное, как вот у меня. То есть кто-то что сказал, такой, опа, повод посраться, почему бы и нет. Отличный, отличный повод. Как бы, здесь очень просто. В этой нарезке я буквально говорю, Кель русофоб, Кель либераха. Вот. Но почему-то не человек, который закинул в предложку, либо сам Кель, не досмотрели эту нарезку до конца. Про Крокус он что-то говорил, Кель, а я в тот момент, кстати, с ним даже вообще не разговаривал. Ну, там, по сути, не было ни одного человека, который говорил, типа, бля, нормально. Нет, ну, то есть все люди в моем окружении говорили, что это полная хуня. Не было ни одного человека, который говорил, что это нормальная тема. Ну, никто. Это просто были бы неадекватные люди. Любой теракт оправдывать, неважно где и когда, это долбоебизм. Как бы, было бы странно, если бы он сказал то, что это нормальная тема. Ну, очевидно. Я буквально говорю... Не, я, походу, был неправ. Все-таки Кель, скорее всего, наш слоняра. Он не либераха. И все, заебись, круто, классно, гуд. Почему-то вот на 125 тысяч человек показывают только одну сторону медали, то есть начало нарезки. Не показывают, где я буквально в этой же нарезке говорю, что я был неправ. И то, что я сказал вначале, не имеет никакого смысла. Неприятно. Неприятно, что люди вот так вот потасовывают факты. Потому что, ну, я понимаю, из-за чего это. ДТП-47 с Келем дружат. Нужно там поддержать ненависть ко мне. Но если ДТП-47 мне реально кажется русофобской риторикой, то про Келя я так хоть и говорил, но потом сразу же взял свои слова обратно. Вот, поэтому в чем претензии сейчас ко мне? От Келя я не понимаю. Потому что к нему я отношусь хорошо. Посты делает про меня, какой я плохой, но не показывает вторую сторону медали и конец нарезки, где я буквально отказываюсь от своих слов и говорю, что я был неправ. ХЗ. За что? А нас-то за что? Угу. Так, а что у Келя? Секундочку. Так, вот это та самая хуйня, которую мы еще изначально смотрели, да? Смутная Гойда Смута. А, не-не, вот это. Напоминаю, Кель русофоб, если что. Ну так, если что. Кель Москву нахваливал же. Но, чтобы понять, почему Кель русофоб, это нужно либо вырезки со стримов искать с его компашкой и друзьяшками, либо в его ТГ зайти и удаленные посты почитать. Быть мне стоит посмотреть какие-нибудь ролики про Келя и про ДТП-47. Просто как бы я это заявляю, но, ну... Блядь, честно, я бы посмотрел, как Физпек доказывает, что Кель русофоб. Вот искренне я бы реально посмотрел. Вот-вот, я даже не хочу сейчас что-то говорить в защиту, я просто хочу, чтобы этот ролик вышел. Правда, вот, просто хочу это увидеть. У меня именно пруфов нет. То есть я как бы это видел, я это знаю, но как бы пруфов у меня этого нету. Просто там, ну, челы реально не понимают, почему. Там не русофоб, там промытая либераха. Промытая либераха, блядь. Вот так вот снимаешь весь свой канал ролики про фемок, Джордж Флойда сжигаешь в костюме кукулсклановца на Косплей фестивале, гоняешь иногда националистический флаг российский, проскакивает в качестве мема, конечно. Но ты... Кстати, да, осуждаю на всякий случай. Либераха и русофоб. База? Блядь. Ну, мне интересно, почему Фиспект решил, что он русофоб. Ну, говорю, сейчас на него пиздят просто потому, что, ну, как я понял, Фиспект нихрена не выкупил, что на самом деле удивительно, потому что, ну, как бы, да, откинь тот самый чувак, который на Эпик Хон ходил в костюме кукулсклановца. И выдает такое. Это весь конфликт. Ну да, просто Фиспект, видимо, просто скинули с Фиспектом, где он что-то говорил про таких чуваков, это выложили, Фиспект дал зайню, говорит, типа, нет, на самом деле я это не имел в виду, то есть это надуманная история и так далее. Ну, типа, Кель над ним посмеялся, Дед, по сути, тоже, и все, там у Деда что-то новое. Я не думаю, что они будут что-то постить большое, всем вообще похуй абсолютно, мне кажется. Нет, Дед просто рофлит. Как только Кель про меня высрит пост и про него закину прупы, пока только Дэдпи затрясся. БЛЯТЬ! Мне даже говорить ничего не нужно, на самом деле. Блять, ну вообще, я теперь жду, когда Фиспект скажет, что шапка русофоб. Я это безумно жду, потому что я реально общаюсь с этими людьми, нахуй. И я знаю, что они говорят. Мне шапка рассказывал про то, как, блять, типа, у них в Луганске просто колодец, типа, вот, получается, украинский прилетал, просто разъёбывал нон стопом. И как, ну, он, естественно, кайфовал от этого, типа, Ему дрался, типа, ебать, давайте по нашему колодцу ебашьте. Вообще кайфово. Блядь, типа, еще нахуй. Охуеть. Ребята, видимо, я тоже, кстати, русофоб, я хуй знает. Блядь, просто пиздец, я не понимаю. Это великолепно. Кель в ТГ, блядь, Кель ответил Физбекту, блядь. Подожди, сейчас посмотрю, подожди. Короче, вы мне в предложку пишите. Ребят, я не знаю, как это комментировать. Может, Физбект рофлет просто, ну, никто кроме него не выкупает. Либо, если он серьезно, ну, блин, ну, окей, уважуха, что смог сказать. Так, ну, блядь, скорее всего, он рофлет. Хз, блядь, просто смотрите, мне кидают, что я либераха русофоб, я такой, ну, ладно. А там еще от него сообщение прилетает, там написано выше в посте, читаю. Как только Кель про меня высорит пост и про него закину пруфы. Ну, я высираю пост, и он пишет вот это сверху, что на самом деле он еще сказал, что я вчера нормальный, типа, слоняра. Хотя, блядь, ты же полчаса назад писал, что я хуйсос, ну, условно, и про меня пруфы закинешь. Че-то я не понимаю, сделайте на меня уже разоблачение. Блядь, ну, кстати, на самом деле он реально хочет разоблачения на себе. Я вас серьезно говорю, потому что шо шапка, шо кель, они поняли, что это мана небесная, когда на тебя снимают разоблачение. Потому что просто можешь сесть и делать ответки бесконечно. Чекни тг фиспекта, блядь, он от... Зачем он отвечает, нахуй, ну, блядь, фиспект, ну... Сука, с келем проебался, тускаюсь, дедпиш, дуг, либо конструктив, либо, если будет желание, не просто постами перекидывать, то пойти либо в разговор один на один, либо публичный диалог на стримах. Чекни пост келли, там про тебя написал. Блядь! Вы заебали, нахуй! Сын шлюхи, блядь. Урод, блядь! Я ему завтра мышьяк, сука, в ресторане подкину. Готовьте уже черно-белые фотки с его каналом. Блядь, только никого... Ебать ты, ублюдок, нахуй, Егор! Я не... Сука, я сейчас не буду показывать, что ты написал на экране. Удали два слова! Удали два... Блядь, сейчас я зайду в тескорт, нахуй, скажи ему. Какие бандборды? Там бандборды у тебя в ТГ, зачем ты это сделал? Ты... Я ничего не знаю, блядь, это не я пишу вообще посты. Ладно. А можно сейчас запретку крикнуть? Нет, я стримлю! Не... Не надо! Не надо! Не... 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 Блядь, классно быть вич-стримером, я тоже хочу, короче. Так занимайся ты еще, я тебе говорю. А я же могу, типа, кричать за предки, а ты будешь осуждать. Такой, осуждаю, осуждаю. Я тогда сразу ливну. Ну ладно. Не смей. А что это было? Он роклет или нет? Я правда не понимаю, я уже старый. Блядь, я сам уже не понимаю, но скорее всего он про тебя реально просто ни хрена не знал и вкинул. А потом такой, а, ну наверное реально какая-то залупа. Да не, мне сейчас покидали, он вообще, блядь, на меня реакты делает и в каждом реакте говорит, что он меня не любит и я хуже. Ну сейчас он понял, он сейчас он, наверное, понял. Ну хз, но я понимаю, что ты прям точно хочешь разоблачение, чтоб он сделал. Да ебаните на меня разоблачение, я урод ютуба, меня надо вообще стереть с него, чтобы я на твич ушел. Бля, я бы твоё ебало ногами втаптывал в пол-юрочек. Мы завтра идем в пиво? Да, 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 в семь? Да? Все, отлично, значит в семь вкусные точки. Ладно, не буду тебя хорошего. Все, давай, давай, пока, пока, пока. Привет, чат, байси, давай, давай. Давай, давай, пока, пока, пока. Башкир тоже пока. Я ел в каке. Улыбаться без причин, буду отжигать, пока хватит сил. Петь о том, что он был владим. Ты не поймешь, почему, почему ты не пиво.